Малоклюзия – это стоматологическая проблема, свойственная грызунам и представляющая собой чрезмерное отрастание зубов и изменение прикуса. Отрастать могут не только резцы, но и коренные зубы. Это не только доставляет грызуну неудобства и мешает принимать пищу, но и травмирует его ротовую полость. В повреждения слизистых попадают бактерии, которые провоцируют развитие воспалений. Нередко при малоклюзии на слизистой оболочке ротовой полости хомяка развиваются абсцессы, которые, в свою очередь, вызывают припухлости в области губ и защечных мешков. Главная опасность абсцессов в том, что они могут прорваться в соседние внутренние ткани и привести к тяжелым последствиям, вплоть до летального исхода. Также при малоклюзии у грызунов наблюдается общая слабость, расстройство стула, отек глаз, выделение износа, снижение аппетита или полный отказ от еды. На проблему может указывать как один симптом, так и их сочетание. Если вы заподозрили у хомяка малоклюзию, необходимо как можно быстрее посетить ветеринарного врача, родинтолога, чтобы он скорректировал длину зубов питомца. Как уже было отмечено выше, малоклюзия развивается из-за невозможности стачивать зубы. Чаще всего в основе этой проблемы лежит неправильное питание, в частности, недостаток в рационе грызуна жесткой пищи, а также генетическая предрасположенность. Помимо правильного рациона питания, надежной профилактикой малоклюзии у грызунов является установка в клетке минерального камня. Минеральный камень предназначен специально для стачивания зубов и когтей и по совместительству является сбалансированной минеральной добавкой к ежедневному рациону кормления. Качественные биокамни для грызунов содержат до 10 и более различных веществ, способствующих формированию здоровых зубов и скелета. Это такие вещества, как кальций, фосфор, натрий, цинк, кобальт и пр. К примеру, в минеральных камнях фаерий наряду с данными элементами также содержится селен, редкий антиоксидант, борющийся со свободными радикалами и поддерживающий общий тонус организма. Также по желанию можно подобрать биокамни с кристаллами соли, для большей вкусовой привлекательности. Выбирать минеральные камни следует по составу и степени твердости, оптимальное значение 50 единиц, параметры SHORC. Не забывайте и о правильном кормлении. Чтобы в будущем избежать отрастания зубов у питомца, пересмотрите его рацион питания, является ли он сбалансированным. О том, какие продукты полезны для хомяков, читайте в нашей статье, чем кормить хомячка. Кавычка точка. Берегите своих питомцев. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.